Кабардино-Балкария Свои коррективы Теперь даже экран говорящей коробки у меня за спиной сложно назвать голубым Сегодня, в юбилейный день рождения нашей телерадиокомпании А юбилей, кстати, двойной 85-летие отмечает и радио Предлагаю вам заглянуть за кулисье главного канала республики ГТРК Кабардино-Балкария Вообще история ТВ началась почти 100 лет назад Ну а наши старшие коллеги впервые вышли в телевизионный эфир в 1956 году Именно тогда в Нальчике начал работать любительский телецентр Сегодня об этом мало кто знает Но для маленькой автономной республики это было колоссальным достижением Правда, эпоха непрофессионального ТВ длилась всего полгода Уже в 1957 в строй вступила Кабардино-Балкарская студия телевидения Между прочим, девятая по счету в СССР С тех пор многое изменилось Сейчас в республике работают три государственных телекомпании Это ГТРК Кабардино-Балкария, ВТК КБР и НОТР Кроме того, есть и коммерческие, и даже небольшие транслирующие местные станции Кто же создает телевидение? Ведущие эфира, корреспонденты Безусловно, их вы знаете в лицо, их работа видна Но основная часть коллектива любого телеканала остается за кадром О тружениках тыла, стоявших у истоков республиканского ТВ 1955 год, любительский центр инженера Сергеева Это первая проба пиратов эфира Кабардино-Балкарии Примерно в те же годы началась телевизионная биография Валерия Долгорука Еще пацанами бегали на телецентр к знакомым операторам посмотреть на самодельные кинокамеры Вспоминает сегодня Валерий Спустя годы судьба снова свела его с обратной стороной голубого экрана После армии пришел на должность электротехника и остался на телевидении навсегда Пока не выгонят, не уйду А это уже другая история, режиссерская Людмила Жабоева в деле телевизиона с 15 лет Пришла на конкурс дикторов, но влюбилась в работу за кадром Конфуция говорила, выберите себе работу по душе И вам не придется ни одного дня в своей жизни работать Это про меня Их никто не учил профессии, они постигали ее сами Точнее создавали, было это нелегко Когда будет пылинка, которую вообще ты не увидишь Под микроскопом попадет в кассету и там на пленку И ты эти 120 метров снимешь Приезжаешь, проявку отдаешь И там вот такая полоса идет Это все в браке В курьезных моментах не перечести Фонограмма срывалась и дикторы запинались Забывали слова артисты, летели, как говорят техники Камеры и магнитофоны, но в эфир выходили всегда 29, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск Теперь иные времена, другая техника и новые принципы подачи информации Неизмены в работе телевизионщиков остается одно Как и у врачей, не навреди Анна Сурхайханова, Елена Кушхова, Аслан Мамхегов и Муае Тохов Вести утро, Кабардино-Балкария Сегодня наша телекомпания часть одного крупного медиахолдинга страны ВГТРК Почти 100 региональных филиалов ГТРК Кабардино-Балкария входит в эту большую дружную семью И сегодня наши коллеги из самых разных регионов шлют нам привет и поздравления С праздником, дорогие коллеги Здоровья, вдохновения, благополучия Мир вашему дому Уважаемые коллеги, столь непростое время Для всего Северного Кавказа и всей страны Вы делали и делаете такое важное дело И мы, как коллеги, искренне поздравляем вас Желаем вам удачи И сообщаем, что на нас можете рассчитывать Дорогие наши уважаемые и самые ближайшие коллеги По ту сторону Эльбруса, Вести Кабардино-Балкария Мы, Вести Карачао-Черкесии, от всей души поздравляем вас с такой знаменательной датой 55, такая классная цифра Вы просто круглые отличники Пусть у вас и дальше все будет только на 5 Побольше вам хороших новостей, интересных героев Удачных стендапов, коротких, ярких синхронов Острых и актуальных репортажей Творческих побед на различных российских и международных конкурсах А самое главное, чтобы работа была вам в удовольствии А зрителям вы приносили только добрые вести Поздравляем! На этом пока все Прямо сейчас в эфире мои московские коллеги А мы с вами увидимся ровно через полчаса Оставайтесь на канале Россия Вы смотрите программу Вести Утро Кабардино-Балкария В студии Елена Кушхова Здравствуйте, спасибо, что встречаете новый день с нами Те, кто уже смотрел наш предыдущий эфир Думаю, узнают, что не надо искать на пульте кнопку настройки С вашим телевизором все в порядке Просто именно так выглядела картинка 55 лет назад Когда в республике родилось ТВ Время внесло в работу телевидения свои коррективы Теперь даже экран говорящей коробки у меня за спиной Сложно назвать голубым Сегодня в юбилейный день рождения нашей телерадиокомпании А юбилей, кстати, двойной 85-летие отмечает и радио Предлагаю вам заглянуть за кулисье Главного канала республики ГТРК Кабардино-Балкария Кабардино-Балкарская студия телевидения Вступила в строй в 57-м И, между прочим, была девятой по счету в СССР Для маленькой автономной республики Это было колоссальным достижением С тех пор многое изменилось Сейчас в республике работают три Государственных телекомпании Это ГТРК Кабардино-Балкария ВТК КБР и НОТР И все-таки телевидение не было бы Телевидением без дикторов Красивые, стильные, с четко поставленной речью Они всегда были примером для подражания Многие молодые парни и девушки тех лет Повторяли их не только в прическе и одежде Они старались говорить, как диктор новостей Все помнят Владимира Лунева Анатолия Бекалдиева Лейлу Токумаеву Розу Шагенову И Ларису Макоеву Ее, кстати, не раз пытались Переманить на центральное телевидение Столь хороша и профессионально Она была в кадре Сейчас дикторы работают в другом формате Да и должности Это в штатном расписании Отсутствует вместо нее В графе значится специальность ведущий А это уже немного другая профессия Более универсальная, так сказать, три в одном Если перед диктором стояла задача Красиво преподнести информацию в кадре То современный телеведущий Сам формирует выпуск Делает репортажи Ищет героев для передачи Он всегда в центре внимания И всегда в напряжении К слову, один выпуск новостного блока Вживую, как говорят сами телевизионщики Можно приравнять по силе воздействия На организм двухчасовой тренировки В спортзале Плюс огромный эмоциональный всплеск Что тоже нелегко Год назад, после многолетнего перерыва Наша телекомпания возобновила Национальное тематическое вещание Теперь кабардинские и балкарские языки Звучат в вечернем эфире телеканала «Россия» Новые проекты уже нашли своего зрителя Знак вопроса с Людмилой Казанчевой Это единственная на сегодняшний день В Кабардино-Балкарии программа Где жители республики могут напрямую задать вопрос чиновникам С самого высокого ранга Позвонив по телефону в студию А вот программа «Ретро ТВ» Дает зрителям старшего поколения Возможность вспомнить о молодежи Впервые увидеть фондовые телеспектакли Телефильмы и концерты прошлых лет Кто-то с интересом перелистывает страницы Семейного альбома с Натальей Коноревой А кому-то интересны бурная полемика В молодежном ток-шоу «Двое в каное» И его заводной ведущий Ахмат Тепеев Есть свой зритель и у цикловых передач Посвященных традициям и истории народов Кабардино-Балкарии ТВ Кабардино-Балкария Как, впрочем, и другие региональные телекомпании Это еще и хорошая школа профессионализма Многие наши коллеги Телеоператоры, режиссеры и корреспонденты Достигнув определенных высот здесь В Кабардино-Балкарии Отправились в поиски нового места под солнцем И, надо сказать, в большинстве случаев им удалось занять достойное место на центральных телеканалах Сегодня они поздравляют нас с юбилеем Я поздравляю вас с юбилеем Желаю вам творческих, огромных успехов Коллегам своим желаю успехов Чтобы у них в жизни было побольше прямых, интересных, горячих эфиров От души хочу пожелать этой телекомпании Это своего рода альмаматор профессии Дальнейшее процветание, дальнейших успехов Больших творческих побед, работ И очень дружно, чтобы был очень дружный творческий коллектив Итак, наша компания сегодня празднует двойной юбилей 85-летия ради 55-й день рождения ТВ Гости в столице республики стали съезжаться еще накануне Для участия в торжествах Поздравят радищиков, телевизионщиков с круглыми датами И правительство республики, и общественность Ну, а праздновать мы начали еще вчера Вечером на площади Абхазии в Нальчике прошла теледискотека Мой коллега Алим Хостов, как выяснилось Не только хороший ведущий, но и неплохой музыкант Для нас это большим сигаретом не было Но для зрителей некоторый элемент неожиданности все-таки присутствовал На этом я прощаюсь с вами до понедельника Желаю вам удачного завершения рабочей недели И солнечных вам выходных До встречи Субтитры создавал DimaTorzok